Музыка на все времена Радио Всем привет! Да? Да? Сразу так, раз и улетели лет на 15-18 назад, да? Как бы в свою юность, в своей жизни, да? Музыка, прежде всего, это такая, знаете, эмоциональная память Записывается на определенные такие, знаете, слои подкорки И когда вы слышите эту музыку Вы мало того, что мысленно переноситесь, ну, как бы назад во времени, да? У вас еще на этом фоне, еще на этом фоне Нервные клетки восстанавливаются-то, оказывается, все-таки Намрали! Просто нужны положительные эмоции И нервные клетки будут восстанавливаться Да, всем привет, всем здрасте Да, вижу, 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 вижу Привет, как настроение? Да, Лидочка, вижу, помахал тебе уже Да, отлично, отличное настроение Прекрасное настроение В Москве, 21 градус Знаете, к вечеру немножко легкий дождик Идеальная погода для мая месяца Идеальная Нет, радио 7 на Семи Холмах Здрасте, здрасте Дела Да как у меня дела? У меня дела отлично Супер, я бы даже сказал Я же умею легко сбрасывать какую-то хрень мне ненужную Это профессиональное качество Это вот как бы Ты, когда играешь какие-то роли Ты в конце дня Что бы ты ни играл Ты в конце дня вот снял костюм Снял грим И так, вы знаете, как говорится Мысленно, шапкой об землю И так сказать Да пошло оно все нахер И все И как бы ты сбрасываешь в себя Энергетику какую-то Потому что все же на эмоциях Все же на себя как бы тянешь А как с этим жить? А с этим жить тяжело Это боком вылезает Почему некоторые актеры там, допустим, и болеют А некоторые там даже, скажем там, ну Удивительным образом Удивительным образом, да Там, ну, игравшие больных людей там как бы, да Ну там, умирали практически там От тех же болезней, которые играли Уметь надо сбрасывать всякую хрень Вот ненужную просто Раз и все, и сбросил И забыл Как говорится, работа у меня такая Стоп, снято Сумма прописью Всем спасибо, до свидания Вот как надо относиться Ко всем Ко всем ролям Тебе танцевать хочется, Сашка? Это хорошо Это хорошо Танцуй пока молодой мальчик Ну и девочка тоже Да Добрый день Такандрок ждет в гости Хорошо Обязательно Обязательно По гастролям Я уже выкладывал Так что так Добрый день из Житомира Здрасте, Житомир Здрасте Украина Юра Спасибо вам тоже Того же хорошего всего Самого Вот Привет Привет Здрасте Здрасте Пятая картина По-моему Я уже как бы так вот Надо перелистать То ли четвертая То ли пятая картина У меня будет столько Вот Ну рады были Увидеться очень Давно не виделись Так что так вот Ну Если утвердят То Буквально вот-вот Я думаю Наверное в июне месяце Начнем снимать Там четыре истории Женя сказала Вы классный Какая Женя Откуда она это знает Привет Новосибирск Здрасте Ростов Да Ну Я не знаю Как получится там Да Поездить Потому что если съемки пойдут Честно скажу Довольно таки тяжело Со съемок куда-то Улетать на На какие-то спектакли Потом обратно возвращаться На съемки Я могу там Себе позволить Там параллельно В двух фильмах сниматься А вот куда-то еще отвлекаться А вот Зима Милое дело Привет Одесса Курск Вижу Лондон Лондон Здрасте Лондон Здрасте Питер Добрый день Спасибо Дальний Восток Да Вижу Да Да Вот Ну что Слушайте Я посмотрел Как-то прям даже Грузин как-то мало Что-то как-то вообще Я-то думал Что сейчас вся Грузия В едином порыве Заклеймит позором Сейчас как говорится Все потомки Великих князей Цариц грузинских Как эх Так чтобы как говорится Ого-го Да Что больше Никогда Смотрю какие-то сообщения Начинаю интересоваться Вроде фамилия грузинская Но То из Берлина То из Нью-Йорка То из еще откуда-то Короче Грузин из Грузии Практически-то и нет С гневными посланиями Такими там Ну прямо Да Вот То есть Я так понимаю Какие-то гастарбайтеры Грузинские Там это Ну Как-то там Не, ну я понимаю Что Грузию любить Оно на расстоянии Как бы Да Оно естественно Легче Чем там жить В самой Грузии Допустим Да Вот Ну потому что Жизнь-то там Я вам скажу так Не сахар У меня-то друзей Наивных чукотских Много в Грузию ездило Вот Ну так После двух-трех дней Начинают Так сказать Потихоньку Видеть реалии Грузии Говорит что Говорит что Говорит да Не сравнить С Советским Союзом Не сравнить конечно Вот Печальное зрелище Так Тбилиси еще Так сяк Более-менее И тот центр А в целом Так поездили Посмотрели Говорят Да Я говорю Конечно В Советском Союзе Их деньгами засыпали Они получали В четыре раза больше Чем производили Ну то есть Ту же самую Грузию Кормил весь Советский Союз Вот Отсюда они и были Веселые Добрые Гостеприимные На Волгах С подарками Грузины А сейчас Жизнь как бы Раз Развернулась Другой стороной И как-то Вот Куда подевалось То все Вот Куда подевалось Ну это вообще Понимаете Это удел Это удел Вот этих Микро Таких государств Как бы Да Которые в принципе То состоялись Так как бы Благодаря той же России в целом Да Вот Ну в смысле Советскому Союзу Вот Да даже Грузия Это вообще В принципе Благодаря России То и существует На карте Мировой Потому что Ну Все мы прекрасно знаем Положение дел Грузии До тех пор Пока Пока Они не попросили Помощи Поддержки Защиты У русского царя Вот Ну как бы Да ладно С ними У меня претензий Правда Нету Претензий Они сполна Заплатили Вот Много достойных Сынов Грузии Служили И Российской Империи И Советскому Союзу И Героически Сражались Практически Во всех Войнах Вот И так далее И так далее То есть Претензий Нет Грузия Вошла В состав Российской Империи Грузин Было По-моему Что-то Около 70 тысяч По-моему Остались Потому что Их резали Как баранов Там Со страшной силой Там Наверное Вот До Армянского Геноцида Был Наверное Геноцид Грузин Вот Только Как бы Мало Об этом Кто говорит Но В целом Грузин Много Очень Порезали В свое Время И обреки Там И персы Там И арабы И так далее Вот Ну так В общем В общих чертах Вот А Великую Отечественную Войну Я смотрел Статистику Погибли Где-то Около 800 тысяч Грузин Ну то есть Они Реально Как бы Оплатили Некем Смысле Должок Вот Должок Они оплатили Поэтому С чистой Совестью Как говорится Можно их Отпустить Вот Но тем не менее У меня в России Здесь много Отличных Ребят Грузин Ну как Грузин Там Папа Мама Там Не грузины Ну в смысле Там или папа Грузин Или мама Грузинка И так далее Вот Много Отличных Ребят Правда А Там Там Причем Вы знаете Я обратил Внимание Пишет В основном Молодежь Ну как бы В смысле Вот эти Гастарбайтеры Которые Там Из-за Рубежа Пишут В основном Молодежь То есть По большому счету Стариков Нету То ли Они Просто Умнее И все Понимают То ли У них Просто Нет интернета В основном Какое Такое Хамство Грубость Как бы О тех Кто Советский Союз Там Явно Не помнит Ну то есть Они родились Уже Как бы Ну вот После Развала Ну это Понятно Я же говорю Это удел Всех Всех Государств Где Нацики Пришли К власти Вот вы Обратите Внимание Где Пришли Нацики К власти Прибалтика Грузия Украина Как там Живет Народ Лучше Казалось Бы Да Пришли К власти Кто Националисты Которые За народ За страну Которые Вот там Типа Вот там Это Мы там Сейчас Там И так далее А на выходе Что На выходе Правильно Жопа Вот И по уровню жизни И по уровню экономики И так далее И так далее То есть В результате Вышли они Из Советского Союза А теперь Они где А теперь Они Возле Шерхана Там Суетятся Бегают Как говорится И так далее Так что Это вот Это даже Как бы Вот видно Невооруженным Взглядом Даже не надо Особо напрягаться Какое любимое время года У меня вот сейчас Любимое время года И потом Конец лета Осень А Видели я в сторис Выложил Удивительная вещь Значит Было проведено Исследование Генетическое Удивительная штука Я Честно говоря Не поверил Начал искать Еще до конца Не как бы Ну не разобрался Поэтому так Первое Возможно С ошибками Мои наблюдения Значит Происхождение русских И вообще народов Которые Вы знаете Что оказывается Татары К тюркским народам Не имеют Никакого отношения Татары Татары На 90% Относятся К европейской К европейской Ну как бы Группе народов То есть У них тюркской крови Нету У татар Казалось бы Да Вот То есть Татары Которые живут Вот на Волге На Волге Они больше Европейцы Европейцы То есть Подавляющим Большинстве Европейцы По своей Генетической Структуре Как бы Да По гологруппе Так называемой Чем Ну то есть По большому счету Русские С татарами Помешаны Очень слабо Буквально Каких-то там 2-3% Встречается Генов Русских У татар И у татар У русских То есть Поговорочка о том Что Типа Помыть русского Татарина Найдешь Нифига Самое интересное Монголы Оказали влияние На татар Всего-навсего Где-то 8-10% Встречается Монголоидный Ген В В группе Татарских Народов То есть Наши татары Европейцы Такие же Как и мы Русские Причем Самое интересное Что Самые Близкие Между собой Народы Как показало Изучение Это Русские Белорусы Поляки И украинцы То есть Различие Различие Между Этими Народами Там 0,2 0,4 Процента Можете себе представить То есть Одна Галлогруппа То есть По большому счету Даже Вот Даже Назвать трудно Двоюродными Братьями Понимаете В чем дело То есть По большому счету Родные Братья Причем Самое интересное По составу Украины Очень удивительный Факт Значит Если Восточная Украина И центральная Абсолютно Идентична С народом Ну в смысле С русскими Проживающими В России То Западная Украина Западная Украина Там Очень Наблюдается Уникальный Момент Там Просто Какой-то Компот Потому что Там И европейские И монгольские И русские Ну грубо говоря Как Славянские В смысле Не русские Славянские Вот Везде Где говорил Русские Ну в смысле На славянские Переключайтесь Вот И так далее И они Понять Ну в смысле Не могут понять Почему Именно там Там На западной Украине Такое Перекрестье Как бы Путей Дорог И там Получается Проживают Люди Которые Как бы Несут Себе Гены Очень Очень Многих Народов Даже Даже Несмотря Что Монголоидный Ген Там Дальше Поволжских Татар По большому Счету Не проник На территорию Руси Вот Там Там Встречаются Монголоидные Как бы Ну там Какие-то Частички Там Там ДНК Грубо говоря Вот Из которых Там То есть Это Вот Как бы Загадка То есть Западную Украину Трудно Отнести Как бы Какому-то Одному Из Этносов Потому что Там Намешано Как Мама Дорогая Вот Очень Удивительное А что Касается По фотографиям По фотографиям Тоже Очень Интересная Штука Удивительная Штука Вот Взяли Фотографии Я Как я Говорил Там Украинцев Белорусов И русских Огромное Количество Там Грубо говоря Там Несколько Тысяч Народов Ну как бы Проживающих На определенной Территории Коренных Выбрали Там Возраст 25-30 лет Вот Выбрали Примерно Комплекцию Это все Обработал Искусственный Интеллект Нашел Значит Фотографии Совмещались По Зрачкам По Зрачкам Как бы Да Вот Совместилось Более Тысячи Фотографий Каждого Этноса Потом Искусственный Интеллект Это все Обработал Исходя Из Каких-то Общих Черт Которые Встречаются В этих Фотографиях И так Далее И выдал Выдал Некую Модель Человека Который Как бы Лицо Как бы Выглядело Лицо Ну Скажем Так Ну Уж точно Русского Исходя Из Тысячу Фотографий Это очень Много Это очень Много И я Короче Был очень Удивлен И думаю Вы тоже Вы заметили Что практически Нет Различий Между Русским Украинцем И белорусом Буквально Совсем Какие-то Немногие Там Буквально Чуть-чуть Точно Так же Фотографии Женщин Русских Взяли Как бы И пару Там Да Вывели И самое Забавное Было Там есть У меня Еще Сторис Это Русские Татары Чуваши И по-моему То ли Март 2 То ли Еще Кто-то Ну То есть Вы понимаете Да Понятно Что цвет волос Может быть Любой Это такое Знаете Как бы Цвет волос Может быть Любой Как и цвет глаз Ну Общие черты Так что Вот я говорю Что очень Интересно Буквально Случайно Попался Теперь Сижу У меня Как бы Эта тема Я Вот Не люблю Так Разобраться Поковыряться Потому что Ну Много Очень Для меня Каких-то Непонятных Еще Вещей Приходится Параллельно Еще Википедию Лазить Ну Просто Чтобы Понимать О чем Идет Речь В общем Короче Очень Интересно Очень Интересно Так что Ребята Когда Вы пытаетесь Там Как бы Ну Выделить Там Свою Национальность Там Или еще Что-то Понимаете Природа Вместе С Господом Богом Делает Так А у У меня Кондиционер Работает Ну Я сейчас Переодену Я еду Домой Сейчас Переодену Футболку Потому что 22 Довольно-таки Жарко Согласен Выбор Привет У меня По истории Я вам честно Скажу Я в школе Иногда Вместо Учителя Историю Ну В смысле Следующий Параграф Рассказывал Ну То есть У нас Такой Историк Был В свое Время У нас Там Был Довольно-таки Молодой Историк Вот Ему Как бы С нами Было Скучно Поэтому Он Просто Говорил Так Батурин Выучил Следующий Параграф Я говорю Да Он говорит Давай Рассказывай Я сейчас Приду И я Выходил И рассказывал Причем Я всегда Еще Ну Немножко Помимо Параграфа Я еще Как бы Знал Со стороны Какие-то Вещи И поэтому Я просто Рассказывал Иногда Просто Ну Довольно-таки Интересно Ребята Говорили Оля Павловец Ну У нас Да У нас Как бы С ней Во-первых Понимаете В чем Дело Мы С ней Кинопара Это Честно Вам скажу Довольно-таки Вот в нашей Профессии Это довольно-таки Редко бывает Вот Поэтому Во-первых Мы с ней Кинопара Мы с ней Сыгранные У нас С ней Прекрасные Человеческие Отношения И партнерские И так далее Поэтому Вчера Вчера Были пробы Ну Шикарные Я считаю Были шикарные Пробы Мы немножко И подурачились Потому что Ну знаете Когда Есть Когда ты играешь Историю Про Взрослых Людей Сейчас Подожди Тут ямище У нас тут Асфальтик Асфальтик Тут у нас Латочки Опа 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 Сейчас 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 Вот Такое ощущение Что вот лично Вот своим задом Через эту яму Проезжаешь Вот Вот И мы как бы Вот С ней С ней просто Подурачились Потому что Ну Вы знаете Как иногда Бывает В жизни Такое Бывают Такие ситуации Когда Когда и плакать Хочется И смеяться Понимаете Это так часто Случается И мы в том числе Ну Богатый жизненный опыт Богатая Как бы Актерская Палитра И я знаю Ее Как она Отыгрывает И она знает Как я Подхватываю Отыгрываю Поэтому мы вчера Просто Над режиссером Вчера мы Глумились Потому что Он не знал Какой дубль Оставить Все хороши Были Да Я думаю Что если Получится Я с Оленькой С удовольствием Во первых Это быстрее Будет сниматься Это раз Вот А во вторых Это как бы Ну кроме Знаете как это Кроме денег Еще и просто Чисто душевно Комфортно И И В кайфе Да Благодарю за прекрасный эфир Да Спасибо Побежали Бегите Да Я сейчас тоже буду заканчивать И так далее Так что вот так вот Как фильм называться будет Слушайте Ребятки Я вам честно скажу У нас не принято Пока Вот Ну Там Не утвердят Не снимут Может быть Если Там утвердят Начнем сниматься Я поговорю Там С продюсером Разрешит ли он Выкладывать фотографии Названия Там И так далее И так далее В принципе В принципе Как бы Никто не против Сейчас Они немножко Скажем так Приходить стали В себя Уже Это раньше Они там Делали секрет Там типа Полишенеля Из съемок И так далее Вот То сейчас Они прекрасно Понимают Что это такое Промо Как бы Допоказанное Да Что как бы Ну Людям Там Наперед Там Забрасывают Информацию Она Там Откладывается И Про естественное Количество просмотров Ну Больше Потому что Ну как бы мы там Не говорили Об искусстве Да В результате В результате Для канала Важен Рейтинг Да Сколько человек В данный момент Его смотрят И чем больше Его смотрят Тем как бы Для канала Лучше Вот Поэтому я поговорю Спрошу Если можно будет Ну Буду выкладывать Там Информацию Какую-то Если нет Ну тогда Уж Как говорится Нет И это при том Что если там Утвердят Не утвердят Вы же поймите Да Могут же не утвердить Тогда вообще Ни о чем Сыктывкар Привет Да Здрасте 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 Да посмотрим Тут как бы Такое дело Ребят Вы думаете Что так просто Таких Красивых Умных Инталантливых Как я В стране Еще человек 20 25 Точно Понимаете Поэтому Кто его знает Салямчик Спасибо за эфир Да Куда пропала Песня Верните Гугл вам В помощь Вот И слушайте Как говорится Хоть 250 тысяч Миллионов раз Привет Минск Да Здрасте Здрасте Так что Вот так вот Друзья мои Все Давайте Я вас всех Обнимаю Кратенько Так сказать Пробежался Поговорили Привет из Херсона Здоров Херсон Как спалось Ха-ха-ха-ха Мариу О Пошла Украина Затесался Норильск Ну пошла Украина Херсон Мариуполь Саламин Гушетия Салямчик Вы прекрасны Да ну что вы Что вы Хотя Знаете что Говорите Не останавливайтесь Мурманск Здрасте Мы вас любим Я тоже вас люблю Удачи во всем Вот давайте На этом На этом и закончим Во Ростов Великий Передает привет Всем хорошего настроения Берегите себя Смотрите В Москве сегодня Прыгнуло За больных Ковидом На Тысячу Человек За день Это кто О чем я говорил Вот Да Чтобы как говорится Вы понимали Что Третья волна Третья волна По законам Пандемии Она будет Неизбежна Пользуйтесь Случаем Пока легкое Затишье Пока не случился Авралтами Очередной Как в Индии И так далее Прививайтесь Я вам серьезно говорю Прививайтесь Вот Обитель Не я не смотрел Обитель Ну как то так Не знаю Я посидел Посмотрел немножко Не что то мне не зашло Может быть Надо просто немножко Ну в смысле Выбрать время Спокойно Посмотреть Я так что то включил Вроде актерский состав Знаете Как говорится Аж глаза слепит Вот А что то меня не зацепило Может быть просто Знаете как бывает Ну Не в том время Не в то место Она говорится Знаете Включил Что называется Башкирия Привет Вы такой открытый Это вам только кажется Это парадный вход Фасад Вот Что называется Так что может быть Конечно Поверьте мне Это обманчивое впечатление Вы не забывайте Что я актер Большой привет Причем хороший Говорят Да Все Берегите себя Семью И так далее Будут спектакли Да 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 Я сказал что я выложу Спектакли Когда чего будет У нас в ближайшее время Восемнадцатого Девятнадцатого Два спектакля Я выложу сейчас афишу Все посмотрите Солом из Таджикистана Салямчик Вот Да Ребята Мусульмане Всех с праздничком Это Всего хорошего Как говорится Вот Бог у нас один С вами Просто молимся Мы ему по разному Ну так это Как говорится После смерти Будет решать Кто прав Кто виноват Да Да Привет с Украины Да Здорово Спасибо за эфир Да Все Всем пока Всего хорошего Вот Давайте Берегитесь Мойте руки Носите маску Ну и сделайте прививку Если хотите А то сейчас опять Начете меня обвинять Что я тут агитирую Вот Мне-то пофигу У меня все хорошо А вот вы давайте Подумайте о своем здоровье О здоровье своих близких Пока